МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире Брюссельский дневник с Яной Том. В Латвии националисты откупоривают шампанское. Латвийские власти предписали шести постоянно проживающим в стране гражданам России ее покинуть. То, что высылаемых пока всего шесть, радовать не должно. И это первые ласточки. На очереди еще около тысячи российских граждан, которые не смогли или не захотели ни сдать экзамены по латышскому языку, ни получить двухлетнюю отсрочку, чтобы язык подучить. Правительство Латвии, разумеется, понимает, как оно выглядит, объявив под предлогом борьбы с путинской пропагандой войну старикам, которые никаких законов не нарушали и ничем перед Латвией не провинились, кроме паспорта. Кстати, как и в Эстонии, раньше многие из них были негражданами, и российский паспорт взяли лишь за тем, чтобы раньше выйти на пенсию. Было это во время кризиса в конце нулевых, когда пожилым в Латвии жилось несладко. Несчастные эти старики, по сути, стали жертвами тех латвийских политиков, которые не умеют привлекать голоса на выборах, иначе как разжигая межнациональную рознь. Кстати, тем же способом можно, оказывается, привлекать и деньги. На организацию экзамена и сопутствующих процедур потрачено около полутора миллионов евро. Но эта сумма пришла не из бюджета. Нет. Ее заставили заплатить самих жертв в виде госпошлины по 52 евро сноса. Прекрасно, не правда ли? При этом из 12 тысяч, сдававших экзамен, справилась только половина. Внутренние ресурсы для борьбы в стране исчерпаны. Месяц назад Конституционный суд Латвийской Республики решил, что требовать от стариков сдачи экзамена абсолютно правильно и законно. Теперь я полагаю слово за Европейским судом по правам человека. Однако это долгая история. Есть еще Брюссель. И именно к нему через комитет по петициям обратились 950 жителей Латвии. Они просят Европарламент, во-первых, осудить несправедливое обращение с гражданами третьих стран, которые много лет живут в Латвии на законных основаниях. Во-вторых, призвать Латвию автоматически, без проверки языка, давать гражданам России, которые раньше были гражданами или не гражданами Латвии, статус постоянного жителя ЕС. Петиция будет рассмотрена в понедельник, 18 марта. Скажу честно, я не уверена в успехе предприятия, но, с другой стороны, чем громче кричать о латвийских безобразиях, тем больше шансов, что этот мусор под ковер не заметут. Я говорила со многими жителями Западной Европы и всегда без вариантов слышала одно и то же. Но нет, Еврокомиссия вмешается, депортации из ЕС никто не потерпит. Насколько я знаю, комиссии и правда смотрят на действия Латвии без энтузиазма. Даже мои коллеги, которые при словах дискриминации русскоязычных странах Балтии подпрыгивают до потолка, разделились. Для некоторых это too much, уже слишком. Хотя бы потому, что лучший подарочек российской пропаганде придумать действительно трудно. С другой стороны, времена такие, что ставить в одно предложение слова «русские» и «права» многие публично не рискуют. Посмотрим. Барахта-Сценада. А вот это молоко собьется в масло, и мы не утонем в коричневой субстанции пещерного национализма. В Европе не утихают споры о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Полномасштабно тема будет обсуждаться летом на саммите Большой Семерки в Италии. Но уже ясно, что водораздел тут проходит между Европой и Соединенными Штатами. Американцы конфискацию все тело поддерживают. Видимо, в том числе потому, что конфисковывать активы в случае чего будут не они. В США хранятся всего 5 из без малого 300 миллиардов долларов российских резервов. В основном активы располагаются в ЕС. И ряд европейских лидеров, скажем президент Макрон, отлично понимая все аргументы «за», считает все-таки, что международное право нарушать нельзя. Дело тут не в идеализме, а скорее в опасениях, что если мы вот так грубо нарушим свои же собственные законы, в будущем мало кто рискнет доверить Европе любые средства. Что с точки зрения Макрона допустимо? Это конфискация процентов, которые замороженные российские активы, так сказать, заработали. Речь о финансовой прибыли, а ее можно обложить налогом, в том числе в размере 100%. Но это пара миллиардов долларов, то есть капля в море. Еще можно использовать замороженные активы в качестве залога, чтобы взять в помощь Украине кредит. А погашение этого кредита со стороны России сделает потом условия мирных переговоров. Европарламент на этой неделе внес свою лепту в дискуссию, проголосовав за директиву об обнаружении и аресте активов, но только тех, которые получены преступным путем. Иными словами, у Европы есть ценности и принципы. И чтобы слова «верховенство права» не превратились в пустышку, нам это самое право нужно соблюдать по максимуму. Под конец нехорошие новости. Европарламент принял злосчастную директиву об энергоэффективности зданий. Она же директива о реновации домов. Я, как и четверо моих эстонских коллег, голосовала против, хотя последний вариант директивы выгодно отличается от предыдущего. Он не содержит никаких конкретных требований к жилым домам, вроде того, чтобы к 1933 году у всех был класс «Д». Этого нет. Как нет и запрета продавать и сдавать в аренду жилье, у которого класс энергоэффективности не дотягивает до стандарта. Вместо этого Эстония в части жилых домов обязана сократить использование первичной энергии жилыми зданиями на 16% к 30-му и на 20-22% к 35-му году. Причем 55% экономии должно быть за счет реновации самых неэффективных домов. То есть объемы реновации, с учетом наших реалий, все равно огромные. При этом в ходе переговоров Совета ЕС, Еврокомиссии, Европарламента из директивы вместе со стандартами и исчезлое финансирование. Испарилось, будто его и не было. И правительство Эстонии, не моргнув глазом, с этим согласилось. То, что финансирование – самое слабое место директивы, признают и те, кто голосовал «за», вроде моей коллеги Марины Кальюрант. ЕС предлагает обходиться остатками еврофондов, но Эстония за эти годы в освоении европейских денег поднаторила и обычно вылизывает тарелку дочисто. Возможно, ситуация изменится через год, когда Еврокомиссия проанализирует как раз-таки вопрос финансирования. Но до этого еще надо дожить. А пока слабое место гарантирует директиве провал. Иначе говоря, ЕС спускает нам жесткие временные рамки, денег не дает, при этом милостиво машет рукой, мол, живите люди добрые, на уровне ЕС никто никого принуждать не будет. Но задачи должны быть выполнены. Получается, как в известном анекдоте, «Крутись, теща, как хочешь, похороны завтра». Что остается странным членом? Боюсь, то же самое, принуждение. То, что его нет в директиве, означает лишь одно. Брюссель как бы снял с себя ответственность и переложил ее на хрупкие плечи той же Эстонии. Ну и потом, выполнить задачи должны все страны ЕС. А значит, резко повысится спрос на строительные работы. И вслед за ним вырастут цены на реновацию и стройматериалы. И тут уже никакой кредок с бедным квартирным товариществом не поможет. Пару лет назад объем необходимых по нашим внутренним планам реновации оценили в 22 миллиарда евро. Сколько это будет, когда цены вырастут, я и подумать боюсь. И оплачивать все это придется налогоплательщику. Что просто нереально. И я сочтал, что голосовать «за» тут никак нельзя. Директиву все-таки приняли. Но если ЕС не озаботится источниками финансирования, она, я уверена, так и останется на уровне благих намерений. На этом торте, кстати, есть отдельная гигантская вишня. К 40-му году все страны ЕС обязаны ликвидировать бойлеры и котлы на ископаемом топливе. В том числе на газе. Сколько в Эстонии газовых бойлеров, бог знает, но очень много. Кто и как будет их менять за оставшиеся полтора десятка лет, непонятно. Отдельно хочу сказать, что среди эстонских евродепутатов единственный полный член комитета, который рассматривал директиву, Рихо Террес из партии «Изома». Сам он голосовал на пленарке против. И ругмя ругает теперь тех, кто директиву поддержал. При этом Террес не присутствовал на голосовании в комитете и не подал к этой важнейшей для Эстонии директиве ни единой поправки. Хотя и мог, и должен был. Мне кажется, страна должна знать своих героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин